В новом законе есть гарантии для поставщиков этих ресурсов. Прописан твердый размер пени за долги и просрочку оплаты за электричество, газ, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию. Размер пени – 1,130 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки от невыплаченной суммы. Но есть и льготы. Величина пени дифференцирована в зависимости от категории потребителей, как то владельцы жилья, управляющие компанией ЖКХ сектора, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Для каждой категории своя величина ответственности. Большая часть закона касается ужесточения надзора в сфере энергетики за крупными потребителями энергоресурсов. Это бизнес, госпредприятия, муниципальные учреждения. К примеру, в электроэнергетике это такие потребители, чьи принимающие устройства мощнее 150 кВт, а номинальное напряжение которых превышает 1000 вольт. При этом присоединение к сетям осуществлено через несколько источников электроснабжения. С них и спрос будет строже. Кроме того, закон устанавливает новые составы административных правонарушений в сферах электроэнергетики, газа, тепла и водоснабжения.